Всем огромный привет! Хотела сегодня снять свои покупки в магазине FixPrice, но их оказалось не так уж и много. И поэтому я сделаю такое немножко объединенное видео. Все, что я купила по дороге к магазину FixPrice, я тоже покажу. Сначала я зашла в Magnit Cosmetic, хотела посмотреть, какие товары недели скидки. И к моей великой просто радости, скидка была очень хорошая на Кассин Крем Глосс от L'Oreal Краску. Мне эта краска очень нравится. Обычно она больше 300 рублей, стоит 350 примерно, а тут была 40% скидки. И я ее купила за 212 рублей. Девочки, кто красится, обратите внимание, вот сегодня, по крайней мере, это была очень хорошая цена. Взяла в этот раз молочный шоколад. Я пытаюсь волосы все светлее-светлее сделать. Они у меня от черного начинали окрашиваться. Потом разные оттенки шоколадного. Теперь вот как бы решила в этот раз взять вот такой. Не знаю, что получится, но уже пора краситься. Причем давно пора краситься. Взяла такую краску. Очень ее люблю. Она хороша тем, что даже на длинные волосы мне хватает одной упаковки, потому что наносить нужно на влажные волосы. И это экономит очень средства. Также уже какое-то время назад покупала вот такую мочалку прикольную детскую в магнит-косметик. И в этот раз взяла вот такого котенка. Единственная разница, если кто-то берет себе или деткам, не у всех можно в ручки вставлять большие пальцы. Если, например, детям брать, то вот этот вариант интереснее. Потому что вы можете играть с ребенком еще. А вот с котенком не поиграешь, у него ручек нет. Но я котенком играть не буду. Я девочка большая. У большой девочки вот такие две мочалочки теперь есть. Так, и последнее, что... Ну, почти последнее, что я покажу. Пытаюсь ролик сделать более интересным. Мы как-то на ярмарке сувениров покупали с Максимкой ему вот такой вот прикольный домик-туалет. Копилочку. Видите, вверху есть прорезь для мелочи. Написано, не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня. Есть замочек. Надеюсь, он еще живой. Ну, вернее, ключик живой. И вот такой вот туалетный домик у нас, копилочка. И сегодня Максимка решил купить еще одну. Деревянную копилочку. Называется «Мой капитал. Рубль». И сюда уже можно так складывать бумажные денежки. Вот такая она прикольная. Единственное, конечно, дерево очень тут по форме книги сделано. И очень прямо тоненькое. Вот если хрупкое. Сейчас я вам попробую показать. Вот видите, там насквозь просвечивает. Это вот оно так вот пропиленно обработано. Вот эти края. Очень тонкое, конечно. Поэтому его ронять нельзя. Вот. Видите, как классно сделано. В общем, вот такая вот у нас теперь еще одна шкатулочка. Ну, не у нас, а у ребенка. У Максимки. Давайте, чтобы не упало, я сделаю вот так. А то вдруг грохнется еще. Ребенок у меня расстроится. Ну, давайте теперь по фикс-прайсу немножко. Потому что те, кто ждет именно покупки фикс-прайса, им скучновато. Ребенок у меня взял вот такую вот штуку. Это, в общем, доска для плавания. 45. Так, где? Чтобы вам-то было видно. 45 на 30 сантиметров. Стоит 99 рублей. Две прорези для ручек. Она достаточно объемная. Можно животиком ребенку лечь и плавать. Не знаю. Она такая пенопласт. Паролон. Паролон такой вот. Вот здесь насквозь пробиты. В общем, для воздуха как бы подушки, да, получается. Мы летом отдыхаем обычно у родственников в частном доме. И там во дворе ставят бассейн. Детей в семье собирается аж четверо. И начиная с двухлетнего возраста и старше. Поэтому такая штучка для бассейна будет самое то. И взрослым детям, которым 10 лет, будет интересно на ней скакать. Ну и, естественно, малявкам тоже будет очень интересно. Еще одно средство детское, которое мы купили с ребенком. Это вот такой летающий диск. Он 17 сантиметров. Называется с пистолетом для запуска. Сама вот эта вот вертушка, уже, наверное, увидели, что она светится, когда она летает. Вот такая вот штука, которая запускает ее. В общем, вот так вот одеваете. Это все дело так вот. Сейчас, погодите. Сейчас я устрою фейерверк. Вот так делаете. И, в общем, она... Ну, вы поняли, да? Я без шоу не могу. Вот. В общем, вот такая штука. Классная. Летом на улице самое то, детка. Очередные взяла я вот такие обои. Тут метр на 45. Да, пленка декоративная называется. Сама клеющаяся. У меня кот постоянно дерет один единственный угол на кухне. Как мы с ним не боремся, он все равно возвращается к этому углу. Мы оклеили стену вместе с этим углом такой пленкой. Нам чуть-чуть не хватило. В общем, это один кусок. А второй у меня будет про запас. Когда он очередной раз оборвет, я буду латать уже таким цветом. Ну, так мне удобно. Пусть будет так. Ну, смотрится, кстати, красиво вот эта пленочка. Ну, как же самое главное, сразу вам покажу. Если есть, остались на ютубе те, кто еще в фикс-прайсе не купил за 25 рублей вот эти макаронные изделия, паста клещи, сходите, купите и потом спасибо скажете, они очень вкусные. 25 рублей вы нигде не найдете такие вкусные макароны. Я их взяла 3 штуки, показывать себе 3 не буду. Я думаю, вы мне поверите. Из вкусненького уже беру не первый раз. Любосладого. Вот такие маленькие пряники фрута мини. Написано 500 грамм. По-моему, 50 рублей они. Ну, раз 55 людей не налеплено, у нас в фикс-прайсе любят лепить ценники на все, что дороже 50 рублей. Поэтому 50 рублей получается. Обязательно. Как же без лисмы? Без лисмы я не могу. Взяла я в обязательном порядке 25 пакетиков. 25 рублей. Вот этот вот крепкий бергамот. Я люблю этот чай. У меня мама его любит. И когда не хочется чай с ароматами какими-то, мы пьем этот. Хотя здесь написано «бергамот», его практически не слышно. Я его пью как просто черный чай. В общем, без всяких привкусов. А куда? Ну, давайте один положу, второй спрячу. Так, чай не закончился. Еще один покажу. Беру тоже уже не первый раз с чабрецом и цедрой лимона. Чай черный уже, Тесс. Этот чай мы очень любим. Видите, ценник говорит сам за себя. 55 рублей. Этот чай очень хороший, вкусный. Когда я его встречаю в фикс-прайсе, я его обязательно беру. Любит вся семья. Ну, и из интересного. Уже не первый раз, много раз видела у девочек вот такие корзинки. Они с крючочком. Они идут как для прищепок. По-моему, корзина для прищепок на 3 литра. Очень плотный вот этот вот пластик. Прямо вот крепкий. Поэтому я эту ручку оторву. Мне она не нужна. А корзина как органайзер для ящичка, мне он очень-очень нужен. Узкий и высокий. То, что надо. Вот лично для меня это то, что надо. Поэтому корзине дико рада я ее взяла. Была вообще она в трех расцветках. Я становилась на такой позитивной яркой. Из еды взяла я снова вот эти батончики. Я уж не буду показывать все. Арония иммунитета с черноплодной рябиной. Вот этот. И апельсин для тонуса. Это мои самые любимые. Мне нравится еще и зеленый с яблоком. Но, к сожалению, их у нас не вожат. Так, они у меня тут все завалили. Давайте я их туда поскидываю. Ой, простите. И последнее, что я взяла в трех видах. Первая стоит 10 рублей. Вот такая корзинка органайзер. Маленькая она, небольшая. Так, размер. Размера не вижу. А нет, вижу. Давайте я вам вот так покажу. Вот видите, 20 на 10 и на 5 сантиметров. Корзинка хозяйственная. Вот. Она 10 рублей стоила. Вторая корзинка чуть побольше. Ну, как чуть. Не чуть. Сейчас я вам покажу. Как три медведя. Вот тут три корзинки. Эта корзинка побольше. 16,50 кажется. Она такая тоненькая. И последняя корзинка. Сейчас я из нее вывалю все батончики. Вот таких уже размеров. И она 25 рублей. Представляете? То есть, это очень выгодные цены. Мне, опять же, нужно как органайзеры. Я взяла все три в одном цвете. Вот. 10 рублей. 16,50 и 25. Я купила за такую цену три корзинки. Шикарно. Я прям сама себе подзавидовала, когда я смогла купить. Понравилось. Довольно. У нас беда почему-то с картами. Я в прошлый раз была в фикс прайсе. Говорю мне, пожалуйста, спешите с карты деньги. Вы, говорит, не в ту кассу встали. Надо в другую. Сегодня встала в другую кассу. Говорю, спешите мне с картой, пожалуйста, деньги. Мне говорят, я этого сделать не могу. Нужно, чтобы специальный работник подошел. Будете ждать 10-15 минут? Ну, так как я уже пробила товар, за мной стояла очередь. Но я не знаю, как это бы выглядело со стороны. Ну, в общем, я говорю, ну, хотя бы начистить. Начислите. Так, чеки. Что-то чеки изменились. Помните, раньше маленькие были. А теперь посмотрите мне, какую нашлепали. Так, я вот так вот прокачу. Вдруг вам что-то я не сказала, а вам интересно. Вот летающий диск-то, а, 55. Так, батончики по 12 с чем-то. Пленка по 50, да? Да. Ну, в общем, вот. И корзинки в конце. Ну, в общем, классно. Довольная я своими покупками. Где мои мочалки? Вот она, моя мочалка. И в конце, если со мной кто-то еще остался, кому-то интересно. Я в последнее время все время ищу салфетки. Мне нужны салфетки с розами и с красивыми цветами. Найти их нигде не могу. Знаю, что бывают в фикс-прайсе интересные. Но там тоже не было. И поэтому у нас есть магазин для рукоделия. И там поштучно. И, в общем, пришлось мне набрать поштучно. А поштучно они у нас стоят от 10 до 15 рублей. Очень люблю я рассматривать вот такие вот салфетки. Вы посмотрите, какие красивые можно сделать игрушки с таким дизайном. Прямо очень красиво. И я решила показать для тех бонусом, кто со мной остался до конца. Правда, это очень дорого. Вот вообще красота такая. Вот тоже какая красивая. Уши у зайца будут прекрасные просто. Ой, вообще. Вот интересный вариант. На кошечек можно такие. Маки. Вот такая. Ну, рукодельники-то, наверное, со мной замерли и смотрят. Вот эти у меня очень было жалко. У меня закончились. Я обычно делаю для парочки семейный кошечек, которые хвостики с сердечком. И делаю вот такую красоту. И теперь они у меня снова есть. Эти салфеточки. А, ну и вот и ромашки. И несколько штучек я взяла вот таких красивых ромашек. Вот, похвасталась. Еще можно такие салфетки, конечно, в интернет-магазинах заказывать. Я раньше так и делала. Но что-то вот мне пока лень. Все. Вот такая у нас была сегодня прогулка с ребенком. Скупили, что смогли. Сколько выделили с собой денег на прогулку, все потратили. Пришли домой счастливые, довольные. И сейчас все положим на свои места. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Чем-то я была, возможно, и полезна. Хотя в этот раз фикс-прайс мало интересный был для нас. Но, тем не менее. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok